Бои в Курской области продолжаются уже четвертые сутки. Российские власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. А Владимир Путин второй раз за это время провел заседание Совета Безопасности. Киев продолжает хранить молчание и до сих пор не подтвердил военную операцию на территории России. Издание агентства сообщило, что зона боевых действий в Курской области составляет 430 квадратных километров и публикует карту. На ней указаны населенные пункты, в которых шли бои. Украинские военные еще накануне опубликовали фото из ближайших к поселку Коренево населенных пунктов Ивановки и Любимовки. По данным осинтоаналитиков WarMapper, украинские силы контролируют не меньше 155 квадратных километров. В сообщении, приближенного к российскому министерству обороны телеграм-канала «Рыбарь», говорится, что вооруженные силы Украины начали строительство оборонительных сооружений. Также можно сделать вывод, что продвижение украинских сил проходит по двум трассам в сторону городов Льгов и Курск. Российское военное ведомство утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области. Там впервые министерство обороны признало, что украинские силы находятся в окрестностях города Суджи. Ситуация в Курской области вынуждает российское командование перебрасывать в Суджанский район военных и технику из Белгородской и Донецкой областей. В Донецкой области Украины Мининобороны России опубликовало несколько видео с колоннами российской военной техники. Издание агентства по кадрам установило, что колонна въехала в регион из Белгородской области России. О приезде в Курскую область сообщила российская бригада «Пятнашка». Ранее она воевала у города Часов Яр в Донецкой области Украины. Генштаб вооруженных сил Украины подтвердил удар по военному аэродрому в Липецкой области России. Там утверждают, что поразили склады с управляемыми авиабомбами и другие объекты. После атаки беспилотников на военном аэродроме начался пожар. Об этом сообщили в региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям. Вероятнее всего загорелся склад с боеприпасами. В ночь на 9 августа Липецк подвергся массовой атаке дронов со стороны Украины. Предварительно 6 человек пострадали и госпитализировали в городские больницы. Эту информацию и видео из медучреждения публикует у себя в телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских построек. А в ударе по военному аэродрому Артамонов ничего не написал. А в социальной сети ВКонтакте он скрыл комментарии под постами, связанными с атаками российских территорий. В сети также появилось видео последствий удара по российской военной колонне в Курской области. На кадрах больше 10 сожженных грузовиков. Внутри некоторых видны тела. По оценке. Блин, пацанов сколько, сколько пацанов. Ё-моё. Вот это место. По оценке военного аналитика Яна Матвеева, по колонне, скорее всего, ударили ракетами из установки «Хаймерс». Уничтожен целый батальон. Это около 300 человек. Мониторинговая группа «Дипстейт» сообщила об уничтожении как минимум 13 грузовиков. Телеграм-канал «ГУЛАГУ.НЕТ» пишет о гибели более 120 российских военных. Оперативно проверить эту информацию в условиях войны мы не можем. Киев этот удар никак не комментировал. Удар по военной колонне произошел ночью также в селе Октябрьское, расположенном в 8 километрах от города Рыльска в Курской области. Российские, независимые СМИ и украинские асинт-аналитики подтвердили место съемки при помощи геолокации. Октябрьское находится в 30 километрах от украинской границы и в 20 километрах от Коренева. Там, по сообщениям российских провоенных блогеров, идут бои. Ну а тем временем обстановку в Курской области, где четвертый день проходит активное боевое действие. Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило, цитата, «чрезвычайной ситуации федерального характера». Помимо Суджанского в регионе объявили об эвакуации жителей еще трех районов. Это Глушковский, Рыльский и Кореневский. Для этого правительство региона предоставило несколько автобусов. Ранее глава Рыльского района предложил жителям эвакуироваться самостоятельно. Но вскоре удалил пост об этом. О том, какова сейчас обстановка в Курской области и как проходит эвакуация, расскажет моя коллега Юлия Гунько. На этих кадрах колонна российской техники направляется в район Суджи, где ведутся бои. Видео распространило российская Минобороны. Глубина прорыва, на которую продвинулись предположительно украинские военные, неизвестна. Согласно последним данным, от ближайшего места боев до самого Курска менее полсотни километров. До райцентра Льгова около десяти. Примерно столько же до Курчатова, где находится Курская АЭС. Как нам сообщили диверсионные группы, которые пытаются сейчас, в данный момент, пробиться непосредственно перереза в трассу Рыльск-Курск, на которой находится Курчатов, непосредственно, пытаются пробиться в этот город. Вот реактор. Вчера я был в данной локации. Более того, я приезжал в сторону Суджи, не доехал до некоторых километров пять. В сегодняшний день пройти туда, проехать невозможно, не представляется возможным. Противная ситуация, по словам военных, обострилась. Неспокойно последние двое суток было и на подступах к посёлку Коренево. По словам местных, подразделения приблизились вплотную к населённому пункту, но якобы были разбиты. У них тоже было очень серьёзное орудие. Они ни с гранатомётов, ни с миномётов били. Там очень была мощная артиллерия у них. Там шли какие-то передовые спецподразделения, потому что они быстро всё очень захватывали и очень они слаженно действовали. А пока российские колонны движутся в сторону Суджи, жители этого района и соседнего Льговского выстраиваются в очереди на выезд и ближайшие заправки. Это очередь на заправку Роснир. Другие вообще закрыты. А вон, где она заканчивается, это тоже походу очередь. Там же просто весь бензин высосут. К слову, о ходе эвакуации из обстреливаемых районов накануне доложил Путину исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. По его словам, людей вывозят поездами и автобусами, размещают и выдают гуманитарку. Мы договорились с РЖД. У нас пришло три железнодорожных состава, где мы можем разместить дополнительно 2400 человек. И пришло дополнительно 8 составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу с железной дорогой. А МЧС даже выложила видео, как 80 беженцев встречают в Орле. Спасибо большое, об нас заботитесь. Однако на практике организованная эвакуация провалилась, утверждают сами жители. Вывозить себя и свои семьи им пришлось, на чем было. Детей отправил на машине с женой, а сам уехал на мотоцикле. Здесь ничего, воды нет, света нет, холодильник, все, все пропало. Только спрячемся, только выйдем, думаем, что может что-нибудь там, оп, опять, опять летит прямо эти, ну дым этот, по две полосочки. Хоп, опять, бух, опять, глянули, опять горит. Ну что, сидели-сидели, ну что делать, куда ехать, некуда. Машины нету, люди повъезжали все, все. Накануне покинувшие свои дома жители Суджанского района даже обратились за помощью к Путину. В ролике они обвинили местной власти в бездействии, а Минобороны во лжи. Недавно начальник генерального штаба положил вам, что ситуация под контролем или что. Но на сегодняшний день в Суджанском районе, Горнинский район, идут огромные сильные бои. В Минцифре заявили, что помощь жители региона смогут получить в 4 выплаты через госуслуги. Накануне Владимир Путин распорядился выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей. Это около 115 долларов США. Юлия Гунько для программы Вот так. Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область без ясной стратегической цели. Об этом сообщает телеканал CNN. Они предполагают, что возможная операция на территории России – это лишь шанс спасти карьеру главкома Сырского. В CNN также добавляют, что решение Украины перебросить большую часть своих и без того небольших военных ресурсов в Россию может означать начало новой фазы войны. Тем временем военный обозреватель из Израиля Игаль Левин считает, что прорыв Украины в Курскую область – это часть большего плана и в скором времени будет новое развитие событий. Предположим, если, например, Россия решит снять силы из-под Волчанска, как раз с этих оккупированных приграничья, там сколько, 5 километров они филинулись, свои силы, чтобы перебросить как раз в Курскую область, то украинцы могут ударить спину и начать наступать и на Белгородскую область. Это абсолютно с точки зрения военного искусства, абсолютно оправдано и абсолютно логично. Тут нужно подчеркнуть, что сами военные российские были абсолютно не готовы, в том числе на всех уровнях. Мы видим, вот сейчас кадры как раз вы показываете, сдача в плен массовая российских солдат. И это вот от низовых уровней, то есть срочники, тот же Ахмат уже упомянутый много раз, который там ретировался, как говорится, политкорректно, до высокого уровня, то есть до уровня старших офицеров и так далее, и командования российского. Более того, мы видим, как Кремль очень неуклюженно все реагирует, это говорит о том, что это было неизвестно даже на самом-самом высоком уровне. Вот, поэтому для русских все очень незавидно, для украинцев все пока плюс-минус проходит, вероятно, так, как они планировали, задумывали. Мы не знаем, какая задумка у Генштаба Украины. Политические последствия операции в Курской области мы обсудим с украинским политологом Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда все-таки, на ваш взгляд, будут политические заявления со стороны президента Украины или Генерального штаба? Какие это будут заявления? Ну, зачем спешить с оценкой того, чего пока нет? Я думаю, что заявления будут тогда, когда станет понятным, как будет дальше развиваться эта операция. Либо она будет временной, ограниченной в масштабах, и завершится, и тогда будет заявлено, что цель операции достигнута, она завершена. Если операция будет развиваться далее или примет другую форму, либо, например, украинские войска закрепятся на части занятых территорий, сделают в них такой же плацдарм, как вот россияне сделали на севере Харьковской области, после этого тоже могут быть сделаны заявления. То есть все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эта операция или каким образом она будет завершена. В зависимости от этого и прозвучат тельные заявления, а может быть и не прозвучат. Тактика молчания, она очень хорошо работает. Некоторые обозреватели, кстати, сравнивают их характер военных действий и информационное сопровождение тех военных действий с методами гибридной войны. Как это ни странно, это чем-то напоминает действия России, например, в 2014 году. А вот военные действия украинских войск чем-то напоминают военные действия россиян в первые дни войны против Украины. Именно в первые дни. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что будут при этом учтены ошибки россиян в последующее время. Но сама тактика информационного молчания для украинских властей оставляет поле для маневра. К тому же, зачем говорить, пока нет конкретных результатов. Вот когда они будут определены, тогда можно будет сделать, наверное, какие-то заявления. Важно, и вот это уже политический результат, который уже можно оценивать. Есть заявления наших международных партнеров, которые впервые за все время войны публично, официально заявили, что Украина имеет право защищать себя, в том числе и вот в такой способ, таким образом, ведя военные действия на территории противника. Это уже очень весомый, значимый политический результат этих военных действий. Еще один важный результат заключается в том, что Украина продемонстрировала возможность, и причем возможность эффективных военных действий на территории противника. Впервые за последние, наверное, 9 месяцев, ну почти год, можно сказать, да почти год, украинские войска показали, что они могут эффективно наступать. И это имеет большое внутриполитическое значение, поскольку, ну, поможет и уже помогает улучшить внутриполитическую, общественную атмосферу в Украине. Украинцы заждались хороших новостей, и то, что сейчас происходит в Курской области, многими украинцами воспринимается очень положительно. Это действительно понимает боевой дух, но если говорить о, скажем, реакции западных партнеров, были опасения о том, что, например, это ограничит поддержку Украины. Сейчас мы видим абсолютно обратное заявление. Будет ли, стоит ли ожидать снятия других красных линий, например, на использование американского или немецкого оружия для ударов вглубь территории России? Я думаю, что здесь не будет прямых и явных официальных каких-то заявлений и действий. Ну, первое, что уже сейчас косвенно подтверждается, часть западного оружия, не дальнобойное, не наступательное оружие, хотя некоторое оружие можно считать и наступательным, оно уже используется в военных действиях. Просто об этом не говорится. Либо, вот как это сделали в Германии, сказали, что они передают оружие Украине, после этого оно является уже оружием Украины, и Украина сама решает, как его использовать. Ограничения действуют по дальнобойному оружию, по использованию дальнобойных ракет, и это касается, в первую очередь, американского оружия, отчасти британских и французских дальнобойных ракет. Вот здесь пока еще ограничения действуют, но есть уже некоторые данные, что часть такого оружия уже использовалась. Так это или нет, мы не знаем. Это лишь предположение. Об этом больше говорят российские источники. Но я не исключаю, что в зависимости от развития ситуации некоторые ограничения могут сниматься. Ну, скорее всего, это будет сделано не публично. Ну, а если там уже ситуация как-то проявится и явно, ну, тогда, возможно, будут соответствующие заявления. А сейчас я хотел бы попросить вас прокомментировать или оценить политическую реакцию Кремля. Владимир Путин пугал Запад красными линиями, ядерным апокалипсисом. Сейчас война идет уже на российской территории. Почему он не пугает Запад ядерным ударом? И где же антинато, которое создавала Россия, то есть ОДКБ? Нет, ну, что касается ОДКБ, понятно, что никого толку от ОДКБ в войне против Украины не будет. Это было понятно еще в первые недели войны. Большинство стран-членов ОДКБ, скажем так, заявили о своем нейтралитете. Ну, а Москва понимала, что союзники, а это все государства, которые не имеют больших армий и которые, на самом деле, не хотели втягиваться в этот конфликт. Даже Беларусь, самый близкий союзник России, даже она в итоге не сразу, потому что вначале давала территорию для российских ударов по Украине, но потом, я думаю, после такой серьезной закрытой работы с Лукашенко, как со стороны Украины, так и, возможно, со стороны Запада, Лукашенко, скажем так, тоже дистанцировался от военных действий и политически он поддерживает Путина, но территории Беларуси на данный момент, ну, не знаем, насколько долго, но не используется для прямых военных действий против Украины. И вот приведу реакцию Затулина, известного российского политика, такого антиукраинского, которого спросили по поводу ОДКБ, он рассмеялся и сказал, ну, какой толк от этого ОДКБ в войне против Украины, мол, вот самая сильная армия в ОДКБ это Россия, а чем может помочь там Казахстан или Армения? Поэтому ОДКБ в данном случае лишний раз показывает свою бесполезность, в том числе для России. Это только политический такой, скажем так, конструкт, который используется для демонстрации контроля над постсоветским пространством и над российскими союзниками, не более того. А вот что касается реакции Путина, это более серьезная вещь. Реакция явно сдержанная, даже очень сдержанная. Некоторых это даже удивило. Путина же призывали объявить войну Украине. Это был очень такой распространенный призыв в социальных сетях и в телеграм-каналах российских. Но Путин назвал это масштабными провокациями со стороны Украины, не более того. Скорее всего, вот тут есть реакция не только на Запад, но и на внутрироссийскую ситуацию. Путин не хочет повышать градус войны и статус этой войны. Он хочет, чтобы она оставалась СВО, ограниченной военной операцией. Он, видимо, опасается, что если это будет названо официальной войной, это может негативно повлиять на общественное настроение в России. Потому что СВО касается только тех, кто воюет, а война касается всех. И может быть всплеск социального, политического напряжения. А Путин хочет сохранять ситуацию под контролем. И для Запада это тоже сигнал, что Путин не хочет повышать ставки. Одно дело пугать ядерным оружием, другое дело начинать масштабную эскалацию, которая может, скажем так, сорвать планы Путина, через какое-то время все-таки начать переговоры. Поэтому он действует очень сдержанно. Ну, еще одно объяснение. Возможно, он до конца не понимает масштабов событий. И как это уже не раз бывало в России, его не совсем адекватно проинформировали о степени масштабах военных действий в Курской области. Возможно, он их воспринял как, ну, скажем так, действительно незначительные, которые могут быть прекращены через несколько дней. Это тоже диагноз. Кстати, уже не первый раз мы видим, что Путин реагирует с запозданием. Ну, и вообще Кремль реагирует с запозданием на подобные события. Как это было и с мятежом Пригожина, так и с действиями в Курской области. Поэтому оказалось, что Россия и российская военная машина не готовы были к такому сценарию. И это тоже один из результатов военной операции в Курской области. Большое спасибо, Владимир, за подробное объяснение. А политические последствия рейда украинских войск и операции в Курской области мы обсуждали с украинским политологом Владимиром Фисенко. Минобороны России, а следом за ним и пропагандисты настаивают. Российская армия продолжает отражать попытку вторжения на территорию России. Параллельно государственные телеканалы без задней мысли показывают координаты перемещения российской техники. С таким телевидением и разведка не нужна, говорят ЗЭТ-каналы. Мария Александрова расскажет подробнее. Российская армия отражает попытку вторжения ВСУ в Курскую область. Именно с такой формулировкой десятки пропагандистских изданий перепечатали пресс-релиз российского Минобороны на четвертый день после появления первых сообщений с приграничья. Провластные СМИ не скупятся на характеристику украинской страны. Комсомольская правда пишет про украинских террористов. Известие называют ВСУ украинскими боевиками, а первый канал – диверсантами. «С земли и с воздуха огонь в ответ на нарушение нашей границы». Ведущий главной кнопки страны проговаривается, что речь идет о российской границе. Видимо, сам же не считает всерьез оккупированные Россией территории своими. Репортажи и комментарии на Первом канале звучат ободряюще. Вот лишь несколько заголовков. В Курскую область прибыло подразделение, которое опечалит ВСУ. Эксперт рассказал о тенденциях в Курской области, которые играют в пользу Вооруженных сил России. В приграничных районах Курской области российские бойцы громят врага. Прямо сейчас из Курска на наши позиции идет очередная партия военной техники. В попытках показать зрителям, что российская армия готовится дать отпор противнику, пропагандисты потеряли осторожность. И даже посягнули на гостайну. Принадлежащий Минобороны телеканал «Звезда» показал кадры перемещения российской техники. В колоннах замечены реактивные системы ГРАД, артиллерийские орудия, танки и грузовики. Канал «Звезда» продолжает снабжать ВСУ разведданными о составе российских колонн, типах техники, направлении движения. Желание пропаганды показать победную картинку преодолело остатки здравого смысла. Некоторые ЗЭД-блогеры обвинили телеканал в раскрытии всех карт. Интересно, а на репортера канала «Звезда» тоже заведут дело по госизмене или нет? Я вообще не понимаю, зачем противнику с таким нашим телевидением разведка? Мы же ничего не скрываем и сами все им показываем. Другие ЗЭД-военкоры успокаивают свою аудиторию. Все не так плохо, как вы думаете. Суджа захвачена не вся, и наша армия скоро ее вернет. Противник частично контролирует Суджу. Фрагментарно. Наши резервы подошли вовремя. Мы контролируем большую часть райцентра. Подсчеты потерь украинской стороны вышли на новый уровень. Слепо переписывая официальные сводки от военного ведомства, провластные медиа сообщили, что Украина потеряла почти 100% своей группировки в Курской области. Если верить этим публикациям, то на территории России остались не более 55 украинских военных. Видимо, для борьбы с таким количеством противника и отправлены длинные колонны военной техники. Мария Александрова. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова